Подробное интервью с депутатом Государственной Думы выйдет в эфир нашего канала 1 апреля, сразу после программы «Республика». И к другой теме. Культурный минимум. Акция, которая проходит по всей России. Театры страны открывают двери ценителям искусства. Чувашский театр, опера и балета тоже не остался в стороне. Как одевают сцену в декорации, кто сидит в оркестровой яме и как работает цветовое оборудование. Это и многое другое узнали самые юные поклонники искусства. В рамках проекта «Культурный минимум» театр оперы и балета провел акцию на просторах классического театра. Первым делом дошколята заглянули в оркестровую яму. Здесь находится один из главных участников любой постановки – оркестр. Без него не обходится ни один спектакль. Специально для гостей музыканты сыграли на разных инструментах. Например, прозвучала знаменитая соло Фагота из балета Чиполина. Театр – один большой механизм. И чтобы зритель на время забыл о реальной жизни и перенесся в мир спектакля, все винтики этого механизма – артисты, музыканты, художники и костюмеры – должны работать слаженно. Особенно важно взаимодействие артистов балета и оркестра. Балет предполагает некую упорядоченность темпов и не всегда одинаковость, поскольку исполнители совершенно разные. Бывает высокого роста, бывает маленького роста, поэтому технически, например, кто-то исполняет быстрее, кто-то медленнее. И, конечно, дирижеру вместе с оркестром нужно к этому приспособиться. Но уж такова специфика балета. Поэтому дирижер обязан ходить на наши репетиции в зале. Ходить на репетиции нужно и режиссеру по свету. Именно он дополняет образ героев, создает нужную атмосферу и вовремя переключает внимание зрителей с одного персонажа на другой. Особо сложностей нет. Главное – внимание, концентрация, ну и художественный взгляд. И нам, конечно, помогают главные художники, помощники, режиссер. Сам режиссер, конечно, присутствует, главный билетмейстер. Все вместе и рождаем свет. Юным театралам интересно было все. Они буквально засыпали вопросами работников театра. Я узнала, что тут работает около 300 человек. Узнала, как меняются декорации. Я узнала, что планеты бывают разного цвета. И что все вот это, то, что делают на сцене, это все из ткани, чтобы свет сверху мог просвечивать, и все было красиво подсвечено. Выставка театральных костюмов перевоплощения ждала всех в фойе театра. Здесь представлены костюмы восьми спектаклей. Мадам Батерфляй, Шевармань, Аида. В день открытых дверей в театре оперы и балета можно было не только посмотреть костюмы героев различных спектаклей, но и примерить их образ на себя. Например, я сейчас в костюме главной героини оперы Чайковского и Аланты. Костюмы для артистов – помощники на сцене. Они помогают актерам перевоплотиться в своего героя, полностью войти в образ. Костюм в театре информативен, особенно в балетном театре, но также и в оперном. Человек еще не сказал ни слова, а зритель должен понять, что вышел тот или иной персонаж. И также зритель должен понять его характеристику. Злой это или добрый человек. А может быть он прячет свою личину за такой доброй одеждой. Такие акции, как эта, помогают юным горожанам, что называется, заглянуть за кулисы и понять, что, возможно, для кого-то театр – будущая профессия. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.